здравствуйте меня зовут татьяна я рада приветствовать вас на своем канале дорогие мои друзья все кто приходит ко мне в гости огромное спасибо вам за добрые слова после очередного кривого эфира и за вопросы которые были заданы как на youtube так и вконтакте отвечаю на них по порядку но сначала мне хочется сделать то что я забыл сделать в предыдущем кривом эфире когда мне вконтакте стали поступать фотографии а девочек которые и свои работы с детства и работы своих детишек местали показывать я про разделочную доску я поняла что я сделала оплошность и не показал работу своего сына вот она досочка этот подсолнушек родной замечательный прекрасный который греет мне душу несколько лет начальной школе учился сын когда сделал мне в подарок маме от толика вот эту доску надо ли говорить что нет ничего лучше ее у меня я имею ввиду на кухне да и вообще вот спасибо девчонки за фотографию прямо воодушевили вдохновили и те кто взял эту идею за идею я надеюсь вам понравится за творческую идею на теперь к вопросам как они поступали ко мне так и будут там нет особой группировки они такие винегретные поэтому давайте на них отвечать по порядку фильм мастерица меня спрашивает расскажите как вы за собой ухаживаете ой фишка это к тебе обращаться я так не люблю подобных вопросов как-то от них раньше могла уходить но сейчас сама прошу в эфире задавать вопросы в кривом поэтому отвечу она поняла почему я их не люблю потому что мне хочется ответить на так я посещаю маникюрный салон я посещаю массажный салон я посещаю все салоны красоты которые только существуют для нас женщин но реальность другая мой уход за собой он элементарен это дневной и ночной крем я очень люблю пользоваться чистой линии и 100 рецептов красоты вот этими фирмами они мне действительно очень нравится там подбираю по возрасту и пользуюсь абсолютно любые крема мне нравится чистые линии и 100 рецептов красоты я их меняю вот например сейчас у меня чистая линия алоэ я не люблю трясти баночками показать эти тюбики одно только покажу сегодня кое-что это что касается крема я стараюсь не пропускать и дневным и ночным кремом я пользуюсь регулярно далее маски маски я делаю когда вспомню там вроде два три раза в неделю я могу делать каждый день неделю могу две недели не делать вообще как вспомню так и заряжаем маски мне очень нравится маски это вот рецепты бабушки агафьи одна маска я у нее абсолютно все перепробовала это голубая в зеленой коробочке питательная и увлажняющая еще какая-то мне очень очень нравится маска сейчас покажу вот я потрясу это омолаживающая маска для лица на лосином молоке здесь состав входит органический белок пчелиный воск лосиное молоко сахаринская шелковица радиола розовая вот все маски я перепробовала к беру голубенькая вот она сама голубая этикеточек не голубая же не поптешь не покупаю и зелененькая но маска как маски что есть от них эффект что нет я не знаю от это тоже вроде что есть что нет я не знаю но какая она приятная у меня слов нет не очень очень нравится попробуйте девочки если будет интересно да конечно пробовать на себе эффекты так особо что прям я не знаю омолодиться или увлажниться или там обпитательница я не вижу ни после какой но вот эту масочку принимать очень очень приятно мне какой-то запах такой нежнятский такой приятный запах я даже забываю на дату маску как что-то маску намажешь наденешь наложишь а я выбираю правильные слова и хочется быстрее снять вот эту же маску я забываю что она есть настолько приятненько настолько она какая-то невесома вот она мне очень нравится значит волосы окрашу дома сама мои любимые цвета это белый песок белое солнце спелой пшеницы хочу попробовать розовый фламинго парикмахерской раз вместе ли раз в два месяца если забуду когда уж образцы как дракончик иду ногти маникюр педикюр сама зимой счет выходного до выходного летом с работами с этими весной какие земельными дачи нет но все равно кому-то чего-то выращиваю даже не хватает на неделю по средам в субботу делаю маникюр мне еще спасает что меня коллектив молодой я там послушает тут недавно были студентки на практике замечательные девчонки они понравились и я им понравилось и одна девочка практикует вот эти всякие там гель-лаки и тоже попробовала но вы знаете это люди нормальных наверное три недели держится месяц у меня пока у себя по мою подра и пока у мамы по мою подра и у меня все отваливается и там три недели вот но маленько по форсила форсанула это слава богу поэтому ну что самый элементарный уход ничего сверхъестественного нет все сама 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 но мечтаю о салонах и кто знает пока на данный момент так если коротко вот отвечать на этот вопрос дальше три вопроса пришла пришли ко мне от ксюша ксюша спрашивает все-таки возьму вопрос значит когда я училась рукоделию вязать сама ли я все постигал то есть самоучка ли я или был учитель была ли какая женщина которая учила ксюша конечно было это моя мама на и есть этому учить этому гуру это моя вселенная она мне показала первые петли потом как-то деревню отвезут там бабушку что-то еще поможет на руках труда и как тут начала подтягиваться но центр вселенной и в рукодельном плане в любом другом отношении это мама она показала поэтому я не самоучка но что мне нравилось мне никогда не тормозили вот в моих как бы продвижениях вперед если это сейчас пряжа пожалуйста хоть по интернету хоть где-то в магазинах раньше пряжу увидеть я счет помню делала первые какие-то далеко не ровные петли и пошла на ярмарку просто мы гуляли я смотрю там среди мяса со яиц так далее пряжу продавали как я бежала домой на всех парусах я не могла даже отдышаться рассказать маме там пряжа хочу хочу кофту носки хотя бы купить мне просто просили все сначала помедленнее как выслушала и вот и вымете у друга бы сказал он ты еще не умеешь ничего еще вот только вчера спицы в руки взяла нет мама спокойно оделась пошла посмотрел потолку рука к на эту мануфактуру купила причем если я просил там какой-то носочки пряжу мне купили два вида причем хватало на кофту такая ответственность была дома если не получится вижу и дочи не получится носки извяжем и у меня не было вот этой вот крышки да не дай бог не получится да как не получится я купил при обязана получиться когда над ребенком это не давляет это очень здорово у меня кстати вообще крышки никогда не был ни в рукоделии нигде даже когда я училась какие-то контрольные еще что-то да многим говорили напишешь на два домой не приходи только там не меньше четверки еще что-то мне вот никогда этого не говорили как напишешь так и напишешь домой с пятеркой ли с двойкой ли домой при прыжком с улыбочкой мне это так помогало когда вот это ничего не давит и не тяготит пишется все замечательно потому что мама знал что я напишу на максим своих способностей я же не глупо я не буду сидеть время еще есть а я там решать чего-то не буду нет это вот всегда как-то у меня вот этой крышки не был поэтому легко и все замечательно получался школа с красным дипломом все потому что нет этого давления и в рукоделии тоже я колупаю-колупаю я могла выдать на гора какое-то изделие и меня похвалит я могла выдать не нормальный клубок городом испорченной пряжи все принималось как должное мне это очень нравилось и это было правильно наверное мне не отбивали руки мама всегда знала что она сделает с этой пряжей стопа хвалит если что-то не получалось никогда не особо не ругала помогала поправляла в нужные русла поэтому конечно не самоучкой мам первоначально а потом потихоньку да ведь у нас любое обучение рано или поздно переходит в самообучение любое воспитание рано или поздно переходит в самовоспитание рукоделие тоже не исключение когда-никогда вот в переходит в само постижение чего-то а начинала начал начал конечно у меня мама дальше влияет ли время года на количество вязаных вещей или вышитых изделий когда была дача уже два года меня нет дачи влияла конечно весна и лето для меня это все я пропадала это рассада это огуречки это подвязать это собрать это любоваться топе не птичек слушать я мало очень увязала вышивала сейчас не влияет сейчас я как-то если есть что повязать и повышевать свободное время я этим занимаюсь а когда будет у меня обязательно будет то опять начнет влиять я готова хоть час забросить рукоделие потому что душа моя прям просит вот этих всяких посадочных работ очень-очень люблю и несмотря на то что один подоконник то второй то выходит на балкон а свободный в свободном полете один я выращиваю рассаду я нахожу кому и отдать то что я без этого не могу я очень-очень люблю все эти вот растюшки просто обожаю и если вдруг очень просили назвать три цвета которые я люблю из вязаных ниточек ксюх 3 это много в 3 я утону дело в том что я люблю все цвета я сегодня вот мои любимые там может быть серые какие-то все оттенки серого благородного серого я не считаю сердце это так серый нет я серый это вот тот цвет благородный который сочетается абсолютно со всем со всеми цветами потом я устаю перехожу на какие-то яркие вещи потом там есть опять ярких устаю перехожу на пастель и мне нравятся все цвета я обожаю но раз ты прошу три только цвета я три не смогу назвать меня начнет берем действительно страны в сторону я зову один если вдруг действительно так получится что мне скажут один только цвет ниточек мы тебе даем я цвет выберу зеленый и все его оттенки уже от темного прям болотного почти черного до каких-то там салатовых цветов да вот зеленый и все что с ним связано странный выбор наверное так призадумалась а если пропадет нельзя все цвета пряжи пропадут останется только один цвет вот какой бы я хотел чтобы остался зеленый наверное все оттенки зеленого какой-то он жизнеутверждающий что ли это мы так вы знаете зеленый зеленый а вообще правильно детей учить до тысячи до десятка тысяч оттенков зеленого увидеть да и некоторых школах так и делают прям цвет травы на рассвете цвет травы на закате цвет еще чего-то и вот поэтому мне кажется зеленый цвет если прям брать белый слегка капнули зеленого в него до темно-темно-темно-темно-зеленого почти черного вот этот наверное спектр мне бы не надоело никогда хотя хочется равно всеми цветами конечно же следующий вопрос как вы боретесь с негативными комментариями я уже говорила что негативных комментариев на моем канале нет моем канале есть чудненький комментарий о чудненьких людей но бороться с ними мне в голову не приходило я абсолютно никак не борюсь мне катастрофически не хватает время на то чтобы заняться очень не знаю приятными для души делами вот сейчас подходит уже концу воскресенья не просто вторая половина дня а уже вечер воскресенье а я еще только-только начинают принадлежать сама себе хотя за плечами два выходных бороться с негативными комментариями там с чудненькими я не собираюсь мне просто нет на это время я думаю много чести тем комментатором которые это пишут я не знаю что они хотят я никогда это не думаю слава богу их не так много может быть они хотят кого-то вызвать на эмоции да и цепляются за этих людей может быть они поняли что меня на эмоции вызвать невозможно мне такая крепкая психика спасибо работе закалки своей огромное спасибо говорю может быть они хотят действительно вызвать на эмоции когда им отвечаешь когда эмоционируешь они вот это вот этим питаются я не знаю но был какой-то взлет плохих комментариев потом он опять ушел я готова и к взлету еще если он будет но бороться я даже не собираюсь много чести я никак не борюсь с чудненькими комментарии от чудненьких людей даю право делать то что они хотят и оставляю за собой право делать то что хочу я и все следующий вопрос скажите пожалуйста смотрю на видео жилетки понимаю к там вывязана пройма на предыдущих видео вы говорите что пройму никак не вывязывается что это три квадрата но когда на вешалке явно видно пройма объясните девочки рукодельницы про жилетку так как это уже не первый человек кто написал мне никаких про бомбу здесь нет как я сказал это просто стыковка трех квадратов так оно и есть если вы видите да что пройм очки здесь это такой эффект просто когда спинку оденешь и спинку подтянешь кто каким-то образом ну я не знаю вырисовывается про место где вы ее тут увидели может быть как наискосочек она на самом деле это чистой воды и мне нет смысла обманывать это чистой воды квадрат плюс квадрат здесь не вывязана пройма абсолютно не вырезана это три квадрата вот они а со временем когда вы будете носить это будет еще как-то и по фигуре садится поэтому будет впечатление что мы там прям колдовали какая-то схема у нас есть и рисунок нет это просто три квадрата вяжите пожалуйста очень много девочек вяжут я рада что понравилось вещичка действительно стильная и так как это все на сегодня вопросы были еще раз говорю проймы никакой нет это просто три квадрата девчонки поверьте как я в роликах показывал я же не могу в роликах показывать одну жилетку а потом где-то там в подполье вязать еще одну давайте я вас немножко повеселю поразвлекаю а то нашу серьезность тема вяжите пожалуйста эту жилетку еще и потому что если вдруг вы где-то забудете шапочку вы можете взять эту жилетку проймами вниз очень важно чтобы вот здесь было побольше места сейчас главное серьезно лиц начала возьмите жилетку проймами вниз ну забыли шапку ли сваровали ваша пошли в театр посидели вышли нет а жилетка вы же в жилетке если у вас эта жилетка есть во первых действительно можно ее сложить самое главное забыла пока куражится не начну сейчас прическу сломаю потом кураж это уже ничего не буду делать вы можете вот смотрите ее сложить и у вас получается трехслойный вдумайтесь трехслойный вдумались трехслойный пледик в коляску если вдруг у вас маленький ребенок вы можете ребенку укрыть трехслойным пледом это же это же супер-пупер как сочетаются цвета то хорошо вот теперь возвращаясь к напечатанному если вдруг у вас в крови шапку или вы пошли без шапки с утра было тепло потом холодно вы можете взять проймами вниз то и одеть сейчас прошу не смеяться я же держусь и вы держитесь значит как шапку дальше эту часть вы в одну пройму убираете эту часть другую пройму главное найти не потеряться вот я уже потерялась потому что тороплюсь что телефон отключится а я тут только начала свои развлекаловки вот и у вас хотите вы того или не хотите получается шапочка со снудом я их не люблю но когда холодно все полюбишь шапочка со снудом в одном лице понимаете поэтому я считаю стоит вязать жилеточку хотя бы ради того чтобы получить такой вот трансформер не забывайте про детский плед я может быть еще надумаю и еще вам расскажу а на сегодня это все спасибо всем кто был в кривом эфире спасибо всем кто приходит ко мне в гости с добрыми помыслами и с позитивом всех всех с наступающим новым годом я надеюсь вы нарядили елочку я надеюсь вы заряжаетесь хорошим настроением я елочку нарядила и даже вам ее уже показала вот она моя красавица вот всем доброго здоровья живите в удовольствие творите в удовольствие пока пока пока